всем привет сегодня хочу рассказать вам об одном интереснейшем проекте о квартире которая находится в городе москва в жк хорошевский делал я эту квартиру для одной замечательной семейной пары а интересно эта квартира тем что там живет всего лишь два человека и они попросили сделать им квартиру такую чтобы получать от нее удовольствие и кайфовать находясь так сказать внутри нее квартира 112 метров трешка в общем давайте смотреть когда я брался за эту работу мне показали два варианта планировки и сказали что на данный текущий момент у нас есть два варианта помогите пожалуйста выбрать из этих двух и по возможности предложить третий вариант вот эти два варианта 1 и 2 из которых я выбираю конечно тот где большое общее пространство но это не главное главное то что я предложил свой третий вариант который на мой взгляд наиболее интересен именно для проживания двух человек я акцентирую на это внимание уже второй или третий раз семья это несколько человек это взрослые и дети каждому нужно личное пространство у детей свой там какой-то миру взрослых свой мир и они постоянно пересекаются и вот нужно сделать так чтобы и мы вместе было комфортно и раздельно было комфортно но и так далее и все что с этим связано а здесь квартира для двоих ну не чудесная ли задача ребята вот этим вот она и интересно поэтому давайте я вам покажу что получилось и делать я это буду в сравнении с одним из предыдущих вариантов которые мне показали заказчики я не буду говорить где что плохо где что хорошо я это предлагаю сделать вам в комментариях а я просто буду сравнивать предыдущий вариант и новый вариант давайте смотреть итак варианте от заказчика смотрим прихожую в прихожей стоит шкаф который поделен на две части и одна из этих частей быстрый гардероб ну сразу же я хочу сказать что я всегда против быстрых гардеробов потому что когда на гвоздике висит пальто или курточка все это создает так называемый визуальный шум и портит тот дизайн который вы здесь придумаете ну потому что ваша курточка может быть ярко-желтой оранжевой черной в полосочку в цветочек и это совершенно не сочетается с тем дизайном который у вас уже здесь будет вот почему поэтому лучше избегать таких решений когда поставили шкаф в этом коридоре то сама по себе прихожая получилось очень маленького размера то есть она узкая и немножко вытянутая а чтобы попасть в гардероб он кстати здесь есть нужно выйти в коридор пройти по нему и зайти в саму гардеробную я сделал по-другому я сделал вход в гардеробную прямо в прихожей таким образом визуально увеличил прихожую я физически увеличил прихожую теперь там могут не только два человека с комфортом находиться и переодеваться но и те гости которые будут приезжать хозяевам этой квартиры дальше прихожую я сделал обособленной то есть когда мы вышли из прихожей в холл то прихожая осталось уже все вот там вот за этими так сказать дверями и больше мы туда не заходим ну зачем в предыдущем варианте мы вынуждены выходить в коридор то есть в общее пространство и заходить в прихожую а если что-то забыл взять то есть нужно что снять ботинки или ты пойдешь уже в грязных ботинках ну то есть не очень удобно дальше в моем варианте я предлагаю сделать большой холл вот он такой большой правильной формы прямоугольной и когда мы заходим в этот холл то мы сразу же натыкаемся на какую-то красивую вещь ну в моем варианте это комод на комоде может стоять зеркало дополнительно увеличивая пространство либо там может висеть красивая картина а также на этот комод можно ставить букеты с цветами и когда жена будет приходить домой она будет радоваться что такой заботливый муж ее радует этими замечательными подарками в предыдущем варианте мы видим холл или коридор или холл который перетекает в коридор вот такой вот г-образной формы с точки зрения дизайна это не очень хорошо потому что ну все вот эти вот кривые формы все вот эти выступающие углы смотрятся всегда так ну не очень хорошо все-таки лучше правильная форма ну и потом здесь формируется такой некий узкий коридор через который нужно пройти чтобы попасть в общее пространство общее пространство в котором находится диванная группа обеденный стол и кухня в первом варианте она тоже г-образной формы и получается так что кухня при такой форме находится немножко в нише то есть тот кто будет в ней находиться он как бы отстраняется от этой вот так сказать общественной жизни я напоминаю что там два человека и в общем-то когда они оба находятся здесь квартире им хочется наверное общаться но вот пришли вечером после работы целый день не виделись хочется как-то обсудить дела там о чем-то там посоветоваться может быть телевизор там посмотреть я не знаю но по крайней мере чтобы случился какой-то контакт я уменьшил эту нишу до размеров глубины кухонного гарнитура видите поставил туда высокие шкафы в которые спрятал встроенный холодильник встроенную духовку встроенную микроволновку и таким образом получил геометрически правильное пространство то есть прямоугольник и сейчас человек когда находится на кухне она более компактно но при этом более эргономичная с точки зрения того что вот все под рукой никуда ходить не надо при этом кухня скрыта основная ее часть она скрывается за фасадами также у меня здесь есть стол ну единственное что в моем варианте я предлагаю поставить стол на 4 персоны это круглый стол это будет более чем достаточно но для двоих то человек поэтому зачем ставить на 6 мест понятно потому что есть много свободного места вот надо что-то поставить поставили поэтому я предлагаю стол на 4 персоны около которого стоит пианино это было одно из требований заказчиков у нас есть пианино мы играем поэтому надо куда-то его поставить и вот пожалуйста я его поставил на парадное место можно кстати говоря пользоваться одним и тем же стулом придвигать его к пианино играть то есть не надо никаких дополнительных вложений в мебель делать но и остается диванная группа где диван два кресла журнальный столик также здесь телевизор и камин который тоже попросили поставить куда-нибудь заказчики потому что вот нравится им смотреть на огонь смотрите куда я его ставлю я его ставлю посередине стены это такой знаете оля французский вариант получается как в домах османа в париже делали вот камин посередине стены его красиво оформляют сверху могут зеркало повесить брашки по бокам но в общем это всегда выглядит нарядно всегда празднично а у другой стены стоит телевизор и вот такое расположение позволяет удобно любоваться и огнем и если надо смотреть телевизор по расположению дивана в моем варианте диван стоит вдоль окна в первом варианте диван стоит боком к окну дело в том что когда мы заходим в какое-либо пространство помещение мы стараемся занять и в нем место таким образом чтобы сидя на сидя где-то мы контролировали все помещение в данном случае когда мы сядем на диван то мы можем окинуть взглядом абсолютно все помещение это значит что мы его контролируем мы спокойны все хорошо все под контролем варианте предыдущем диван стоит боком и получается что мы контролируем только половину пространства а вся оставшаяся часть она как-то у нас за спиной и это вызывает некую такую тревогу конечно мы об этом не думаем но подсознательно это всегда происходит идем дальше уменьшил гостиную комнату я неспроста во первых я приблизил зону готовки как бы в саму зону а во вторых я получил дополнительную комнату которая называется постирочная в ней стоит стиральная машина сушильная машина шкаф для вещей а также здесь будут сушиться спортивные вещи дело в том что хозяева занимаются спортом и после бега после лыж остается влажная одежда которую они снимают дома и которую нужно где-то просушить сейчас они ее сушат в ванной комнате и это им дико не нравится но я думаю никому это не понравится когда ты заходишь в ванну умываться там треники висят с там с гольфиками из-под лыж понимаете то есть надо куда-то их убирать с глаз долой куда вот в это прекрасно получившееся помещение мы их можем вешать они там будут сушиться вентиляция будет осуществляться через окошко в стене которая между ванной и постирочной то есть видите все получается как нельзя лучше у нас остается еще две комнаты и два санузла начну с главной со спальни в своем варианте я поменял местами спальню и гостевую комнату и предлагаю сделать спальню в комнате которая слева почему потому что она у меня получается немного больше немного вытянутей и за счет этого получилось разместить гардероб гардероб формируется двумя шкафами каждый шкаф по два с половиной метра условно один женский другой мужской посередине оставляем достаточный для того чтобы снимать одежду одевать проход в торце этого прохода вешаем зеркало можем поставить пуфик например и уже дальше из этой прихожей мы попадаем в спальню спальня собственно говоря это кровать с двумя тумбочками напротив которой стоит консоль комод ну опять таки с телевизором на нем и рядом маленький макияжный столик спальня формируется таким образом что попадая в нее для нас главная кровать то есть изголовье и мы уже по дизайну красиво это оформляем здесь нету никакой лишней мебели нету шкафов но они же в гардеробной и это позволяет нам сделать все нарядно и красиво второе помещение это гостевая комната гостевая комната и рядом с ней ванная буду рассказывать сразу про них про обе потому что эти две комнаты визуально формирует как бы одну большую то есть одно пространство перетекает в другое гостевая комната нужно для того чтобы где-то разместить гостей дело в том что у хозяев есть взрослые дети которые живут отдельно ну и конечно же изредка они будут приезжать в гости а возможно когда-то с внуками которые захотят остаться переночевать у бабушки с дедушкой сейчас очень даже молодыми и бодрыми но в будущем когда-то вот они появятся и так это гостевая комната для того чтобы могли переночевать гости второе эта комната для рукоделия такая некая мастерская для хозяйки и для этой мастерской вот есть вот такой встроенный шкаф дверцы которого открываются и внутри находится рабочий стол полки вот со всеми этими необходимыми вещами для того чтобы вот заниматься своим любимым хобби напротив диван как я уже сказал который для гостей тут же стоит кресло на котором можно вытянуть ножки посидеть почитать просто подремать например и полюбоваться рыбками хозяева также просили еще и аквариум и я долго думал а куда же аквариум до поставить но вот например в гостиной там уже есть камин и есть телевизор и есть пианино но куда его ставить то еще вроде бы столько много фокусных точек которые привлекают внимание поэтому ну наверное туда уже точно не стоит ставить аквариум так его надо поставить сюда в гостевую комнату и не просто в гостевую комнату а еще поставить его таким образом чтобы он еще заходил в ванную и вот тут вот я сейчас расскажу как одно пространство перетекает в другое в ванной стоит отдельно стоящая овальная ванна я это сделал по большой просьбе хозяйки квартиры кстати говоря ванна оказалась на месте кладовки вот старая планировка на старой планировки именно в этом месте кладовка за счет нежилых помещений мы можем увеличивать ванные комнаты поэтому если вы хотите увеличить свою то вы это можете сделать за счет кладовки за счет коридора за счет каких-то подсобных помещений за счет жилых нельзя так вот сюда у нас поместилась ванная лежа в которой мы можем любоваться теми же самыми рыбками которыми мы можем любоваться находясь в гостевой комнате вот такая вот фишка и это еще не все между ванной и гостевой комнатой стеклянная перегородка поэтому когда нет гостей когда хозяйка захотела полежать в ванной и порелаксировать она ложится в ванну и наслаждается не только рыбками но и видом из окон потому что стена-то стеклянная и в ванну беспрепятственно проникают солнечные лучи а также можно и смотреть сквозь это стекло и рыбками любоваться представляете какой кайф но это же гораздо круче чем лежать в ванной окруженными стенами из кафеля какой бы он прекрасный не был ну согласитесь напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу предвидя а как же прятаться то если вдруг захочется простите в туалет но очень просто сюда наклеивается пленка называется смарт пленка или устанавливается смарт стекло которое становится непрозрачным при нажатии на кнопочку то есть обыкновенная клавиша как выключатель для света мы на нее нажимаем и стена становится непрозрачной поэтому пожалуйста пользуйтесь чем когда и как захотите в этой ванной поэтому здесь стесняться смущаться нечего помимо отдельно стоящей ванной конечно здесь есть раковина унитаз и беде и за ними душевая кабина где собственно говоря и происходит помывка тела потому что в отдельно стоящей ванной не моются вода то расплескается вся остается гостевой санузел который я уменьшил по сравнению с предыдущим вариантом в предыдущем варианте здесь в санузле стояла стиральная машина шкаф для уборочного инвентаря но теперь то его здесь нет я его переместил в отдельную постирочную поэтому запросто можно его сделать чуть поменьше и оставить там раковину и унитаз вот такая вот получилась планировка мне кажется что она гораздо интереснее тех предыдущих которые мне показали ранее ну знаете здесь мне бы хотелось получить от вас комментарии что вы думаете по этому поводу и как бы вы сделали конечно у каждого из вас есть свой опыт проживания у вас есть семья маленькая и большая или вы живете один но попробуйте представить что вы живете двоем и эта квартира для двоих и тогда у вас совершенно могут получиться другие переживания по этому поводу в общем пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу можете не стесняться ну а пока ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик в общем сами вы все это знаете я с вами прощаюсь всем пока да прибудет с вами муза а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok